Девушки отдыхают Двух человек в огне в Зеленодольске Покажем избрание меры пресечения Подозреваемого в нападении на полицейских Кому вы не доверяете? Кому вы заявляете? И шестичасовое противостояние Владельца Тойоты и приставов Изымавших автомобиль за долги Почему вы не хотите машину поставить на стоян А мы вам не доверяем? Это и не только. Прямо сейчас Шесть человек В том числе одного ребенка Спасли пожарной в одном из домов На улице Адаратского в Казани Ночью там вспыхнула двухкомнатная квартира На седьмом этаже Подъезд быстро стал заполнять едкий дым Вскоре он проник И в расположенные рядом квартиры Их жильцы не смогли самостоятельно выйти на улицу В загоревшейся квартире жили иностранцы Двое студентов одного из вузов в Казани Не говорящие по-русски вообще И их товарищ, который только накануне Приехал из Москвы, чтобы помочь им Освоиться в незнакомой стране Он очень переживал, что сделать теперь Это будет сложно Сгорели все вещи, документы, визы и ноутбук Ужасно просто Я не знаю, что делать вообще в Казани Все произошло очень быстро Они едва успели схватить вещи Которые попались под руку И выбежать на улицу В съемной двухкомнатной квартире В момент возгорания находились трое друзей Поддерживали друг друга в незнакомой стране Он просто только что Вот и вчера прилетел в Казан Я сам учусь в Москве И вчера вместе прилетели Потому что он не знает вообще русский язык Я пришел, чтобы помогать ему Чтобы заселиться в общежитии в университете И все уже так Что произошло, сказать не может Просто не понимает, как такое вообще возможно Огонь, говорит, вспыхнул моментально Ну мы все сидели Я просто выключил свет И хотел бы в ванной зайти И просто так свет вот в комнате И стал гореть Вот так произошло И я сразу же вышел Почему должен так произойти в квартире Не понимаю Выключить свет и стал гореть А я этого вообще не понимаю В моей жизни это вообще кошмар Других слов он подобрать не может И не понимает, что делать дальше В квартире осталось все необходимое для жизни В чужой для них стороне Все хорошо Просто мои вещи Паспорт, виза, ноутбук, телефон И все я уже оставил Быстро пришлось собираться И остальным жильцам этого подъезда Опасность вовремя заметили не все Ну вообще сначала Даже не было Ну ничего просто с улицы Кто-то кричал Было буквально пять человек На улице стоило Вот хорошо окно было у нас открыто Слышали то, что пожар У нас сигнализация сработала Мы думали просто Вышли, не пахнет, ничего Все хорошо Я говорю, ну наверное Просто сработало И все, зашли домой А потом пошел До балкона посмотрели А там идет Я говорю, какой-то Бурга начала Что ли, снег вообще Я говорю, это же дым И вот бегом собрались Самостоятельно выйти на улицу Смогли не все Шесть человек В том числе одного ребенка Отрезанных дымом От путей эвакуации С помощью кислородных масок На свежий воздух Вывели сотрудники пожарной охраны С огнем справились быстро Площадь возгорания Составила 20 квадратных метров Горела одна из двух комнат в квартире По предварительным выводам Дознавателей Причиной могло стать Нарушение правил устройства И эксплуатации электрооборудования Возможно, что к пожару Привело короткое замыкание люстры Ранья Абдрахманова Дарья Кореева Вызов 112 Два пожилых человека Погибли ночью Во время пожара в частном доме На улице Мичурина В Зеленодольске К моменту прибытия пожарных подразделений Бревенчатый дом Горел внутри по всей площади После ликвидации возгорания Внутри пожарные Обнаружили тела двух человек 70-летнего мужчины И 77-летней женщины Дознаватели рассматривают Две версии возгорания Неосторожность при курении И неполадки в электросети Сегодня Нижнекамский городской суд На два месяца Отправил под стражу 25-летнего молодого человека Подозреваемого в вооруженном нападении На двух полицейских в Нижнекамске Напомним, накануне Прямо рядом со зданием управления Внутренних дел Мужчина нанес Несколько ударов Ножом 44-летнему участковому И 23-летнему водителю Который бросился Защищать коллегу Оба получили Несколько проникающих ранений Нападавшего тут же задержали А раненых экстренно госпитализировали На скамье подсудимых 24-летний Джалиль Гатауллин Его задержали прямо на месте преступления Сразу после нападения на стражей порядка Работал на одном из Нижнекамских предприятий Кладовщиком По предварительным данным Состоял на учете В психоневрологическом диспансере Сегодня не понимает Что происходит Не может ответить На поставленные судом вопросы Сказали, что в виде домашнего ареста Простите меры сочинения А сейчас согласны Получается позиции Следователя, который просит В виде заключения подкраж Вопрос Два месяца Это где? Это очень мало? Это в условиях изоляции В условиях СИЗО Где сейчас, да? Да Меры пресечения Вы согласны? Да Суд вынес решение В ближайшие два месяца Задержанный будет находиться В следственном изоляторе Ранее он уже был судим За хранение наркотиков На допросе после задержания Объяснил Был уверен, что за ним следили Поэтому подошел К 44-летнему участковому Который стоял на парковке Вытащил нож И нанес мощный удар Прямо в грудь На помощь к своему коллеге Поспешил 23-летний сержант Который в ходе борьбы Также получил ранения Предположительно в ногу и спину Ставшие свидетелями происшествия Коллеги задержали злоумышленника Им оказался местный житель 1999 года рождения Состоящий на учете В специализированном Медицинском учреждении Полицейских экстренно госпитализировали И прооперировали Они находились в стабильно тяжелом состоянии 44-летний участковый ночью был доставлен В республиканскую клиническую больницу Второй пострадавший Проходит лечение в Нижнекамске Оба находятся в сознании Напомним, что в 2019 году Произошло аналогичное нападение На стража порядка Тогда у здания МВД 19-летним нижнекамцем Ударом в шею был убит участковый Майор полиции Динар Саматов Олег Ирудинова, Вера Муратова, Максим Липин Вызов 112 В Казани 6 часов длилось Противостояние между взыскателем И судебными приставами С одной стороны И владельцем Тойоты И с другой Решение суда о принудительном взыскании Долга по автокредиту Было вынесено Несколько лет назад С тех пор банк прекратил Своё существование Но решение суда осталось Исполнить его не могли Не знали местонахождение должника И предмета залога И как только приставы обнаружили машину Её арестовали Погрузили на эвакуатор И хотели отправить на штрафстоянку Но владелец машины Заблокировал ему дорогу И владелец Тойота И его знакомые уверены Машину просто крадут У всех на виду Признают, что когда-то Действительно брали автокредит И не думали, что спустя годы Он даст о себе знать Машину пытаются Эвакуировать на штрафстоянку Мы пытаемся, чтобы её не эвакуировали На штрафстоянку За что причину должна быть какая-то? Причина, говорят, якобы задолженность Какая-то перед банком А есть? Нет задолженности перед банком Нет Доказать, что расплатились полностью И взять об этом справку Говорят, не могут Того банка давно нет Взыскатель Компания, которая купила Часть активов Ликвидированного финансового учреждения И боятся, что если допустят Эвакуацию Автомобиля больше не увидят Вы же понимаете То, что если машину сейчас изымет Её завтра продадут За 300 тысяч рублей А никакую сумму долгую называют? В качестве альтернативы Предложили забрать ключи и документы А сам автомобиль оставить на месте И уже днём разбираться Есть ли долг или нет Но вторая сторона была на это не согласна Говорят, процедура реализации не такая быстрая И есть время, чтобы погасить долг Заберите ключи от машины Заберите СТС, ПТС Это не будет ПТС, наверное, где у вас? А у вас где-то находит Это не будет Ну а вам что нужно? Стоять здесь до утра Пускай стоит на стоянке Найдёт, оплатит задолженность Пускай забирает Она или пускает Какая задолженность? 18-го года А почему вы считаете, что он не оплатил? Потому что висит исполнительное производство до сих пор Почему вы не хотите машину поставить на стоянку? А мы вам не доверяем У вас уверенности нет У нас у вас уверенности нет Но у нас есть на нашей стороне закон На нашей стороне закон есть Чтобы не дать увезти автомобиль Эвакуатуру заблокировали путь И спереди, и сзади По закону изымать имущество можно до 22-х часов И как только часы показали 5 минут 11-го ночи Потребовали спустить машину на землю У нас написано акт 18-20 Вы составили его Время 22 часа 41 минута Сейчас да Да, я согласен Но время пристава закончилось После 10-ти не имеют права изымать Снимите машину, доедите Вы уже изъяли раньше? Говорят, арестовали бы машину еще раньше Тут речь уже о годах Но не знали, где находится заложенное банку имущества Потому что найти машину не могли Как вот ее найти, если она вот Где-то неизвестно где человек Здесь не прописан А тут случайным образом нашли Чтобы у прибывших на место автоинспекторов Не возникало вопросов К водителям автомобилей, заблокировавших путь эвакуатору Их убрали Но владелец Тойоты при этом успел заскочить в салон машины А увозить транспорт с людьми в салоне запрещено Как итог, эвакуатор простоял на месте около 6 часов Расходы на эвакуацию можно взыскать за должника В конечном итоге мужчина сам вышел из Тойоты И спустился на землю В ту же секунду эвакуатор тронулся с места А ты зачем вылез? Я тебе сказал же Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева Вызов 112 И это все, о чем успели вам рассказать В студии была Аделина Зарифова До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин